Всем привет! Продолжаем играть в Silent Edge. У нас на очереди юбилейная 10 глава. Выбираем второй эпизод. Музычка прекрасная. Глава 10 называется Лента Мёбиуса. Что за чертовщина? Старательно избегая встречи с самим собой, Джо узнает, что машина времени все же пропала. Доктор Ламберт помогает Джо отправиться в погоню за путешественником. Но в какое время и куда, вот в чем вопрос. Мы не знаем, куда нас отправили. Стартуем. Возможно, до нашего рождения, к примеру. По ленте Мёбиуса. С буквой Ё должно писаться. О, голова, что случилось? Как долго я был в отключке? Я только помню, что использовал машину времени. Порой от нее кружится голова, но такого раньше не было. О, нет. Моя машина времени. Она сломалась. Смотрите. У нас реально сломалась наша ручная машина времени. Наш брелочек. Нет, 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 нет. Моя машина времени разлетелась на куски. Кстати, кусочки желтые. У нас она была с зеленым индикатором. Генератор. Нам, конечно, его не дадут запустить. Похоже на электрогенератор. Смотрите, это искры и те капающие воде. Холодная. Протекает насквозь. Так ничего себе. Это еще старше. Смотрите, тут уже земля навалена. Вот это да. Ну-ка, пройти можно? Идти к засыпанной двери. Бам. Путь преграждает завал. А у нас машина времени нет. Нам так и так бежать. Джунгли. Нас ведет веревка или кабель. Смотрите, мы пришли к корпусу машины времени. Солнечная батарея. Давайте ее протрем. Идти к пыльной металлической. Это я не знаю, что это такое. Похоже на очень неудобный кухонный стол. На ней написано Берман Солар. Так, лопатка. Взяли неуж, чтобы могилу раскапывать. Так, пробуем. Ах ты. Ну-ка, здесь. Давайте попробуем откопать дверь. Ух ты, еще одна машина времени. Если не считать тот факт, что она уже на куски разваливается. Должно быть она тут уже целую вечность лежит. Смотрите, пальмы растут. Ну, хотя это Америка, там у них пальмы растут. Давайте копать. Ее скопнули. Так, теперь чисто. Проходим. Может, есть дубликат машины времени? Ее, смыть. Путешественника нашел. Аптечка. Сразу его вылечим. Без вопросов. Эту аптечку вы потрошили. Думаю, я найду в этой тряпке. Использую тряпку. Ну-ка, давайте. Знаете, для чего тряпка? Протереть солнечную батарею. Если я хочу накрыть тело. Ох, боже. Смотрите, я снял с него маску. Кажется, что уже привык к виду мертвых людей, но все же каждый раз как-то не по себе. Пусть покоится с миром. Так, ну, сматываемся. Мы тряпочку действительно взяли для того, чтобы протереть солнечную батарею. Кстати, смотрите, там еще одна машина времени. Тут все в них. Ничего себе. Протираем. И тем самым можем после этого запустим генератор. Толку мало, все еще грязное. Так вытирать сильнее. Хитрец. Ну-ка, ладно, бежим. Считайте, мы лопату уже потратили. Идти к толстым корням. Я не слишком расстраиваюсь из-за своей талии, но тут я точно не протиснусь. Так, а вот это уже интересно. Смотрите, я полностью слился с деревом. Я не могу попасть никуда. Давайте еще раз. Не знаю, что тут случилось, но аптечка пуста. А дальше? Это те самые капсулы. Думаю, это один из криоконтейнеров. Но такое чувство, что мы на многие сотни лет в будущем. Какой сейчас год? Цементный блок. Поверхность немного шершавая на ощупь. Ну-ка, давайте почистим. Цементный блок. И кому он тут понадобился? Так, конечно, нам уже путешественника не вылечить ничем. Возвращаемся обратно. Ничего не остается. Смотрите, здесь уже действительно растут деревья. Так, вода льется сверху. Теперь тряпка мокрая. Ох ты. Просто без вопросов бежим к солнечной батарее. Ну-ка, можно с такого расстояния сделать дело? Бам, и сюда. Уже идет протирать. Чистая. Так, теперь чисто. Стойте, что-то происходит. Ох, понял. Это большая солнечная батарея, прям как моя машина времени. Это, возможно, не генератор, а какой-то преобразователь энергии. У нас солнечная батарея дает мало энергии. Ой, уже кашляет. А генератор ее как-то увеличивает. Включаем. Ох ты, в стене. Да, он включил. Боже, что это? Что в стене? Ну-ка, дай-ка мне сюда. К мачете. Что за хрень? Он, да, как такое возможно? Стоите, у него что-то в рюкзаке. Я уже это что-то взял. Ну-ка, мачете к нему применим. Оно ему не помогло при жизни. Уверен, что он не будет скучать. Теперь с помощью мачете будем рубить лианы. Если я хочу порубить корни, то нужно ее заточить. Обо что? Та самая плита бетонная. Она может использована быть в качестве точильного камня. Да, вот он, камень. Точим. Глядите-ка, он говорит. На! Черт, мачета сломалась. Должно быть, оно проржавело насквозь. Ну ладно, я хотя бы расчистил дорогу. А, нашли Фрэнка. Только какого? Настоящего или нет? Фрэнк? Фрэнк? Так, Джо, пожалуйста, дай воды. Что ты здесь делаешь? Так, пошлите его за водой. Резко нам ничего, видимо, не скажет. Воду можно набрать будет. Из-под текущей струи, из потолка. С потолка течет. Подставляем у нас вода. Двойного назначения. Чашка полна. Кстати, в кружке тоже вода голубая, почему-то. Хотя вода прозрачная. Она голубая, только в большой своей массе. У нас кружка размером с море, видимо. Ну-ка нам, попей. Смотрите, он на ему кулак подает. А почему? Кружки не было. Не понимаю, что ты тут делаешь. Где мы? Я не уверен. Время не было в обрез. Я выставил самую дальнюю дату. Но я читал, что чем дальше дата, тем больше размыты границы. Даже физическое местное назначение может поменяться. Никто так далеко не заходил. Могу только сказать, что мы можем быть на сотне, может быть, тысячи лет в будущем. Вау. Все же не понимаю. Значит, ты теперь временной пилот? Я тебе все по полочкам должен разложить, Джо. Я украл ее. Что? Ты украл машину времени? Ну зачем? Знаешь, я бы мог не рассказывать тебе, но да ладно. Все равно ты последний, кого я увижу в этой жизни. Дело в том, что я советский агент. Опять 25. Да брось ты, Фрэнк. Я на это больше не куплюсь. Фрэнк, просто ты болен в замешательстве. Не может такого быть. Держит твой русский акцент. Джо, я агент Кремля под прикрытием. Моей главной задачей было обжиться. Получилось бы у меня зайти так далеко, если бы... Если бы что? Не успел прочитать, это было важно. Смотрите, он реально работает на Россию. Точнее, на Советский Союз. Мое настоящее имя Юрий Барышев. Я приехал в Америку в 20-е годы. Ходил в школу, работал 10 лет, пытался наладить простую жизнь. Но правда в том, что моя жизнь не так проста. Я шпион. I'm a spy. Просто spy, слежка. Так, хорошо, он шпион. К 68-му году мои покровители в Кремле разочаровались во мне. Я потерпел фиаско и должен был покинуть страну. Но я хотел все же добыть какую-либо важную информацию. И наткнулся на канадскую компанию, занимающуюся перевозками больших партий Иридия и Осмия. Довольно редких металлов, обычно не используемых в обычном производстве. Покупателем оказалась государственная компания Однодневка, переправляющая материалы неофициальным поставщикам. Теперь уже и Фрэнка похитили. Мои догадки были верны. Но я не узнал всего замысла. Еще не узнал. Эти металлы нужны были для создания чего-то особенного, это точно. Но я не мог связать все воедино. То, что я нашел, казалось бессмыслицей. Путешествие во времени, близость судного дня. Все это было похоже на дешевую. Видимо, декорацию. Сначала я подумал, что меня раскрыли. Искармливают мне ложную информацию. Но со временем охрана лаборатории становилась только сильнее. А меня никто не думал трогать. Моя карьера. Я ослабил бдительность. Сегодня утром меня поймали. На! Его схватили как шпиона. Но он успел смотаться на машине времени. Он, видимо, вырвался и смотался. Я следил за инженером в закрытых лабораториях и наткнулся на Барни из охраны. К моему счастью, начальство списало этот случай на мою невнимательность и просто... Он понял, что с помощью машины времени может спастись. Слушай, Джо, я сильно болен. И уже не вернусь, но ты сможешь. У машины времени есть таймер, как у тостера. Она вернется обратно по истечению определенного срока. Я внул главный предохранитель, чтобы отсрочить процесс. Вот, возьми. Не знаю, как ты сюда попал. Да, думаю, это уже не важно. Даже несмотря на то, что я двойной агент и обманывал всех и вся, наша дружба была настоящей. Ты честный парень, Джо, я рад, что знал тебя. Теперь уходи. Побежали к машине времени. Нам уже Фрэнк не интересен. Он был шпионом. Где-то меняем предохранитель. Где только? Вот так. Бам, ес. Так, я взял предохранитель. Надеюсь, она еще на ходу. Ес. Мы сюда же, скорее всего, вернемся. Ничего себе. Уф, что случилось? Меня снова вырубила. Смотрите, щель. Машина времени. Что с ней такое? Она говорит, идти к хрупкой стене. Бей. После приземления машина стена сломалась напополам. Давайте возьмем железную палку. Берем часть машины времени, ломаем стену. Выбегаем быстрее. И мы попадаем обратно в лабораторию. Что? Нет, нет, не может быть. Карантин, локдаун инициейтед. Чужеродный организм. Это... Это, видимо, я. Да, реально, это я. Я принес заболевание в прошлое. Я всех заразил. Это был я все это время. Должно быть, я принес вирус с собой. Боже, меня сейчас вырвет. Вот он ходит и кашлят, видите. Не могу это принять. Что же делать? Давайте вылечимся. Так пустая, садись сам. Но у меня все еще нет машины времени в руках. Так, яблоко. Смотрите, оно еще не проросло. Я посадил яблочный огрызок. Теперь мне это ни к чему. Может быть, меня уже примут за своего? Пустые полки, ничего интересного. Так, понятно, не то. Но здесь я уже был. Все. Пытаемся выйти в другую дверь, либо в лифт. Синтекс. Эрор. Она контролирует контейнеры, но я не знаю, как ей управлять. У меня нет карты, дальше не пройти. Так, а мы у охранника это были? Мы его не обследовали, у него может быть карта. А у него оказались ключи. 52-66. Но ключи разве помогут? Тут нет замочной скважины. Думаю, все контролируют стой консоль, и он постоянно подкашливает. То есть мы уже в плачевном состоянии. Смотрите, как он ходит. Как Гранд Паун. Он открывается только картами. Ах ты, заперто. Во. Так, я сейчас свалюсь. Быстрее. Не сгораем и шкаф. Открыли. Ура. Книга. Крио консоль Лазарь. Инструкция по применению. Яс. Теперь сможем залезть в Крио Капсулу с помощью книги. У нас есть инструкция. Смыс, смыс, смыс. Уже на грани просто. Давай, давай. Дойди до нее. Да как синтаксирую? На. Yes. Input Successful. То есть все. Настройки верны. Залезай быстрее. Еле-еле, смотрите. Я уже просто умираю. Закрываем. И это сейчас будет самоизлечение. Но мне придется, получается, воду вдохнуть в легкие. А, даже окаменел. Это будет следующая глава? Смотрите. Это я. Где я? Моя голова. Синяя жидкость и красная. Что она мне за одежда? Розочка. Вау. Идти в монитор УКГ. Это бумажная лента с неровными чем? Краями. Икея. Звучит по-японски. Хотя бы я на земле. Похоже на тесты. На полиграфе, которые показывают в сериалах про полицейских. Смотрите. Здесь лампочка должна была быть. Либо это звать кого-то. Ах ты, дверь открывается так. Будто я в больнице. Что это за место? Я только помню, как тонул. Я был в контейнере и он наполнялся чем-то. Я очень болен. Нужно найти и предупредить начальство. Тут играют в косынку. Это какой-то терминал. Но я таких раньше не видел. Так я ни за что не угадаю верную комбинацию. Смотря сколько попыток. Не заперто. Ну-ка третью. Ох ты, не заперто. Во вторую. Так, это один из пациентов, который был в криокапсуле тоже. Идти к взволнованному мужчине. Думаю, мне пригодится этот костыль. Но я не возьму его. Пока он мешает, похоже. Видите, это комната для психбольных. Она оббита мягкой тканью, чтобы они себя не повредили. Темнокожий мужчина пишет всевозможные формулы. Это настольная лампа. Что? Она освещает комнату. Но от этого видны будущие надписи на стенах. Так что лучше бы она не освещала. Глаза. Ах ты, я взял пульт. У него, видите, монитор. На. Это не окно именно, это телек. Попробуем, КАИ сработало. Ух ты, парень. Да что ты творишь? Теперь я могу что-то им разбить? Или притвориться больным? Ну-ка. Нужна бумага, чтобы скопировать ключ. Нужна бумага, достать бумагу. Вау. Нам нужно с вами найти ручку. Ее нам, видимо, нарисуют очертания ключа. Либо код напишет, чтобы выйти отсюда. Ну-ка, ручка была здесь. У нас же могла быть ручка в нашем кабинете. Так, ну в шкафу может... А, вот они. О, костыли он сбить коробочку. Ес. Ага, сейчас таки я достану, да? А вот она упала. Наконец-то, это маркер красный. Теперь мы подадим темнокожему пациенту. И он нам напишет комбинацию, как выйти в эту дверь. На свой маркер. Нервный мужчина. Сильнее мечта. Ручка, ручка, ручка. На. Ух ты. 5731, ура. Не потеряй. Все, даже не слушаем его. Все, с кодом идем к двери. Еее, сработало. Смотрите, врач. Врач, видимо, психиатр. Идти к компьютеру. Еще один очень странный плоский экран. Ну, как он? Можно выключить? Идти к доктору. Давайте сходим. Ох, мисс медсестра, я... Здравствуйте, слава богу, смеется. Вы меня напугали. Могли бы просто подсучаться. Я доктор, если что. Доктор Эмма Браун. К сожалению, у нас нет никаких ваших документов. Так что мы даже не знаем, как вас зовут. Я Джо Мэм. Вы можете назвать меня Эмма. Мы не придерживаемся строгих правил. Рады знакомству, Джо. Извините, доктор Браун, не знаю, как это сказать. Но вы и все тут в ужасной опасности. Я очень болен, и вы должны связаться с властями. Успокойтесь, дожите глубже, бояться нечего. Как вы себя чувствуете? Я нормально, думаю. Но немного болезненно. Видите, все с вами в порядке. О болезненной состоянии легко объяснить. Вы прошли курс мышечной терапии. Вы все же спали 30 лет. Если что, может и больше. Что? Но как? Где я? Какой сейчас год? Спокойно, Джо. Знаю, что это нелегко принять. Провести в подобном состоянии столько времени было бы шоком для любой системы. Сейчас 2012 год. Как раз таки дата выхода игры. И вы в психиатрическом отделении больницы. Послушайте, доктор, я очень болен. Я что-то подхватил, перед чем заморозиться. О да, ну так и есть. Вы подхватили какой-то грипп. Ваш терапевт был очень удивлен этому факту. Так как этот штамп появился только в 90-х. В любом случае, под воздействием длительной заморозки вирус впал в анабиоз. Мы всегда очень тщательно проверяем здоровье наших крио-клиентов. И поэтому мы сделали вам небольшую базовую прививку. Вы выздоровели еще даже не проснувшись. Так его больше нет? Ну, Архонт. Это жесть. Тут невозможно все прочитать. Вы, наоборот, в полном умственном здравии. У вас наблюдается только общий шок. Значит, я здоров уверен? Да, Джо. Ес, наконец-то мы это читали. Так вы готовы идти? Да. Сам пошел, смотрите. Я не нажимал даже на дверь. Так, и мы уже едем в метро. Ходим по музеям историческим. Смотрите, 70-е года. Представлены манекены. Работаю в каком-то колл-центре. Пытаюсь, похоже, вклиниться в жизнь в будущем времени. Конец, мы прошли игру. То есть мы попали в настоящее время, здесь и живем. Давайте мы на этом видео закончим. Нам таки удалось пройти игру. Всем спасибо за просмотр. Оцените прохождение лайками. Обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok